Аминь. 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 Ты совершенна. И ты покрываешь наше несовершенство своим совершенством. Спасибо тебе за этот покровник, за этот присутствие. Спасибо тебе очень за то, что там вчера была печаль, и еще вечером наутро приходит радость. Радость от Духа Святого. Слава тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Тебе, великому Богу, затворившему всю вселенную, мы возим всю славу и честь, хвалу и все величие. Воистину, воистину ты достоин, ты достоин, Господь принятий. Ты наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И весь народ Божий это скажет. Аминь. Да будет так, во имя Иисуса Христова. Да будет так. Слава нашему Христову. Ана, Людям. Рок, рак. Рок, рак. Слава Иисуса Христова. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Спасибо. Аминь. Браты и сестры, дякую. Это было чудесное время хвалы и поклонения. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя. Кто сегодня наслаждался поклонением? Слава нашему Господу. Чудесное время. Рад вас всех видеть, друзья. Рад вас всех видеть, друзья, сегодня. Те, кто уже приехал с отпусков, тоже рад вас видеть. Вы уже отдохнули. У нас еще все впереди. Слава Богу. Сейчас время свидетельств. Если есть свидетельства, сейчас коротко только. Только коротко. Выходите сюда, и вы можете свидетельствовать. Если есть свидетельства. Так. Сегодня свидетельствует. Хорошо. Тогда я вам засвидетельствую коротко. И вы обратили внимание, что в прошлое воскресенье нас с Сашей не было. Да? Вы обратили внимание. Мы ездили в Черкасскую область, город Каменка. Церква «Семый ангел». Это было чудесное время. И мы об этом поговорим более подробно в следующее воскресенье. Я сегодня не буду занимать этой темой. Но я вброшу интригу. Можно я интригу вброшу такую в залу? Можно, да? Мы на следующее воскресенье здесь покажем видеоотчет о том служении. Несколько моментов я просто вкину как интригу. Служение длилось пять часов. Служение длилось пять часов, из которых где-то три часа это была молитва за больным. Бог излил свою славу. Люди реальные исцеления, реальные чудеса. Ноги вытягивались. Люди вставали, буквально боль уходила. В общем, это было потрясающее время явления силы Божьей. Просто было потрясающе. Вы это все увидите в следующее воскресенье на видео. Сестричка одна отсняла это видео. Все. Не три часа. Мы не будем три часа смотреть. Мы просто вырежем самые интересные моменты. И покажем. И мы прокомментируем то, что Бог начал делать в нашей церкви уже в последнее время. И как это больше и больше набирает обороты. Аминь. Явление силы Духа Божьей. Аминь. Слава Богу. Никто из людей не ушел не исцеливших. Последний брат досидел тридцать. И это было самое яркое исцеление. Вы его увидите в следующее воскресенье. Это было потрясающе просто. Вот. Поэтому это было классное время. Приходите в следующее воскресенье. И мы это все увидим. И у нас будет на эту тему разговор. Слава Богу. Но сегодня у нас тоже потрясающее время. И Господь уже прикоснулся к многим сегодня в этом зале. Слава Богу. У нас сегодня гость. Может для кого-то это необычный гость в нашей церкви. Я не знал его. Я сейчас не называю еще имя. Я не знал его. Я только о нем слышал. Видел видео много лет назад. Смотрел. И так далее. И так далее. Но сегодня у нас просто такой праздник. И у нас сегодня в гостях архиепископ Украинской Православной Реформаторской Церкви Христа Спасителя. Отец Сергий. Или как мы его говорим. Отец Сергей Журавлев. Все знают его по имени Отец Сергий. И я больше не забираю ни минуты. Потому что не каждый день такое у нас происходит. А я приглашаю отца Сергия сюда. Спасибо. Поздравляю его. Слава нашему гостю. И если он захочет, он сам о себе расскажет. И поделится словом немножко. И так далее. Я просто предлагаю вам превратиться в суббук. И вниматель. Аминь. Слава Богу. Спасибо, что вы приняли наше предложение. И я передаю вам. Спасибо. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Нашему Спасителю Господу. Богу Всемогущему. И ни в коем другом нет спасения. Нет других имен под небом, которым надлежало бы нам спастись. Одно имя Иисуса. И оно нас собрало вместе сегодня в этом зале. Пастор, спасибо за приглашение. Спасибо всем святым за молитвы. Вот. Следующее собрание вы посмотрите. Служения. Та потрясающая. О которых я уже кое-что слышал уже. Да. Потому что пока мы ехали с пастором, мы немного общались. И он немного делился этим потрясающим свидетельством. Слава Богу. Так что я вам по-хорошему где-то завидую даже. Но надеюсь, эти видео будут в сети. Да. Так что я, значит, отсутствую телом, но духом присутствуя, имея возможность через интернет посмотреть. Да. Слава Богу. И это прекрасно. Это замечательно. Вот. И приветствую всех от нашей церкви. Реформаторской, да православной церкви Христа Спасителя. И некоторых из вас я уже, оказывается, немного знаю. Вот. Ну, а с теми, кто еще, с кем мы еще не знакомы, познакомимся. Даст Бог. У нас впереди еще целая вечность. Хотя, ну, в теле, конечно, время у нас ограничено. Но это лишь временно. Впереди вечность. Привет вам от моей супруги и от наших шестерых детишек. Вот. Зятя от внука нашего, пока одного, пока внука. Да. Вот. И от нашей церкви, от всех батюшек, матушек. Слава Богу. Да. Мы предвкушение сейчас в преддверии собора нашей церкви. Поэтому прошу ваших молитв тоже. Следующее. Да. Следующее воскресенье. Да, вы будете здесь наслаждаться тоже, значит. И мы тоже будем в Киеве проводить собор. Это будет Преображенский собор такой, Преображенский. Вот. Спас. Праздник Спаса, знаете, да? Вот. Ну, яблочный Спас, виноградный Спас, годаркудный какой-то еще там. Всякое. Но самое главное, это в честь нашего Спасителя Иисуса Христа и Господа нашего. Самое главное. И темой будет преображение человека, преображение Господа, преображение семей, церквей, общин, конфессий, динаминаций и преображение всего тела Господа нашего Иисуса Христа, всей церкви вкупе. Слава Богу! И сегодня, конечно же, хочу поделиться Словом Божьим и, конечно же, свидетельством обязательно. Здесь я, в общем-то, в этих краях редко бываю. Вот. Но помнится мне вот, да, 20 лет назад бывал, проповедовал. Да, значит, и это было, были собрания здесь церквей тоже евангельских. И тогда я в Украину только приехал еще. Украина стала моей второй родиной. В 97-м году как раз это было. В 97-м год, да. Украина стала моей второй родиной. Моя первая родина Россия, где я родился, я вырос и, в общем-то, свое служение начинал чуть больше 30 лет тому назад. Значит, 87-й год. А вот в 97-м году приехал в Украину. Так что, да, и мы по дороге с пастором даже заехали в тот храм большой, Верико-католической церкви украинской, значит, где покоится, уже покоится, да, мой старый друг, кардинал Верико-католической церкви Любомир Гузер. Вот. И в прошлом году его не стало. Я очень чту память этого праведника Божьего. И он не православный и не протестант, он католиком был, да. Но, знаете, это человеческие наши разделения, а церковь-то она одна, на самом-то деле. Аминь. Церковь, она Божья, она одна, да. И я очень Богу благодарен за Любомира Гузера, благодаря именно его приглашению. Тогда, в 97-м, я приехал в Украину. Первый раз в своей жизни вообще. Вот. Он мне открыл Украину, жил у него, я гостил у него во Львове тогда. Это в 97-м, это было в конце, да, в конце 97-го. Вот. И он мне открыл Украину, о которой я не слышал даже. Украину, знаете ли, как любую страну можно с разных сторон открыть. С очень разных сторон. Он открыл мне со стороны именно Христа. Да и дни были такие удивительные. Конец 97-го во Львове. Там площадь рынок, там все просто гудело, просто все шумело. Масса народу верте поставили. Где-то уже поставили, где-то еще только ставили. Хоры везде воспевали Рождество Иисуса Христа. Вот. Ну, готовились к торжествам рождественским. Конечно, было потрясающе. Атмосфера такого присутствия. Везде запах кава, кава, кава. И везде слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу. Я был в культурном шоке просто. Я думал, как, я на земле или я уже на небесах вообще? Но не может быть, чтобы, я ж не знал, что есть такой город на земле, на нашей планете, где люди за место здрасте, люди здороваются вот такими словами. Славят Иисуса Христа. Вот. Думаю, да что бы я так жил, как говорится. Такие живу. Знаете ли, и в общем-то да. И во многом это было через как раз Любомира Гузера. Две недели я жил у него в келье. Вот. Делил ложи возле него. И не давал уже пожилому человеку. Мне немного стыдно даже теперь уже. Но не давал ему спать. И все с разговорами, с расспросами. Одно, другое. А как то? А как это? Как это? Пятое, десятое. Мне уже потом там отцы некоторые говорят. Ну, вы как-то, ну. Немного покоя, да, эти владыки все-таки. Ну, знаете ли, ну, я дорвался просто, дорвался. Потрясающие были разговоры. Эти две недели для меня стали новой семинарией. Знаете ли, просто моментом соприкосновения с вечностью на самом деле. За две недели тех я узнал, наверное, больше, чем за годы семинарские. И это касается всего. Касается и служения, касается и межхристианских этих разных отношений. Всего-всего-всего. И, знаете, я до сих пор помню вот эти вот песнопения там в соборе Юра. Как раз тоже хор репетировал потрясающий. И вот для меня это было потрясающим. Откровением. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, И мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, И мир всім на землі. И дальше другие эти песни. Я, знаете, не слышал раньше, а потом начинал до того. И сегодня, как уже украинский епископ, я благодарен Богу за вот эту честь служить здесь. Сегодня молюсь о мире и в России, и в Украине, и во всех странах нашей истрадавшейся планеты. Потому что Бог действительно хочет, чтобы люди все спаслись, все, абсолютно все. И хочет, чтобы люди достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками написано. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. То есть Он действительно доказал к нам свою любовь и отдал Сына Своего за всех нас. И молюсь сегодня и призываю этот Божий Святой мир. Божий Святой мир. А слово мир в оригинале, в Библии, шалом, это не только мир, как отсутствие войны. Можно быть без войны, но быть не в мире. А мир, в первую очередь, в Библии имеется в виду мир с Богом. Мир с самим собой. Мир с окружающими. Мир, который внутри человека поселяется. И мы являемся тогда человеком мира. Гражданином мира и человеком этого мира. Несущего этот мир окружающему. Всему и вся. Слава Богу. И я знаю, что Бог хочет действительно, чтобы все люди спаслись. И Он, я знаю это тоже не понаслышке, то, чего Он хочет, Он этого добивается. Всеми силами, всеми возможными и невозможными. Он добивается этого. И Он действительно, отдав Сына Своего, доказал к нам однажды и навсегда Свою святую любовь. Аминь. Дамы и господа, братья и сестры. И сегодня тоже особенно такое, особенно трепетное тоже для меня событие. Я вообще по... Вот пастору даже сказал немного уже, пока пообщались. Я ему як на духу, як на споведи. Все положил. Ну, может не все, но почти. Вот, значит, и я ему, значит, рассказал, что, в общем-то, я вырос в мусульманской среде больше. Потому что по матери я татарин. У меня, к сожалению, даже есть и какие-то украинские корни. Потому что мой дедушка, вот, Гали Ахмед, его звали. Гали Ахмед. Он был вот этим классическим казанским татарином. И, в общем-то, у нас он обрезал всех мальчиков. И татарских, и еврейских. Всех несли к нему тогда. Ну, в советское время там никого не было больше. Как бы, кто бы мог бы так очень ловко, как бы, и справиться с этой поставленной задачей. Вот, как мой дедушка. Вот, как бы, и поэтому к нему всех мальчиков несли у нас. Вот, значит, и, да, дедушка мой, Гали Ахмед, был классическим таким казанским татарином. Вот, а бабушка моя, ее звали Миньбанун, она была и с корнями, и с крымчан все-таки. Поэтому где-то, вот, я говорю, где-то украинские корни тоже есть. Вот, и по отцу еврей, по матери татарин, вырос русским атеистом в свое время. Вот, но Господь, сейчас даже не знаю, кто я такой. Татарский еврей или еврейский татарин, не знаю. Ну, Боже, да ты, не знаю, да то. Да, при том еще последние годы, как казацкого рода. Вот, и самое главное, чтобы действительно были божьими и детьми мы. И в еврейском и в татарском календаре сегодня новомесячие, новый месяц. Ну, обычно в украинской культуре на это внимание не смотрят, не обращая внимания. Ну, некоторые люди любознательно смотрят, конечно, в телескоп, вот так вот, в окно. Ночь украинская, она потрясающая, она красива. Значит, и видна была такая, такой месяц маленький-маленький совсем, только что родившийся еще месяц. Вот, сегодня первое число лунного календаря. Ну, в татарском он называется по другой традиции, значит, по-другому. А в еврейском мы его называем месяцем Элуль, или Элул, такое название интересное. Элул, оно не переводится фактически. Но спокон веков это слово Элул, оно воспринимается как аббревиатура, как сокращение по буквам. И всегда, спокон веков, оно, эта аббревиатура, она прочитывается в еврейской традиции, как потрясающий стих, один из самых моих любимых стихов из Библии, «Сниги, песни, песней». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Ну, в русском это много слов, на иврите это четыре слова как раз, получается, да, аббревиатура. «Ани», то есть «я», да, «Ани», «Ле доди, ве доди ли». Буквально «я в моем возлюбленном». Вот это вот «ле доди, ве доди», буквально как «я в нем, а он во мне». «Я ему все ценно без остатка принадлежу». «А он мне все ценно без остатка принадлежит». Абсолютно. Мы абсолютно друг другу принадлежим, без всякого остатка, на все сто процентов. Вот это вот «ля доди, ве доди ли», оно означает именно вот это как раз, буквальный перевод. И этот месяц, да, много событий разных происходят. Месяц и сотворения Вселенной вспоминаются, и много неприятностей в жизни Израиля тоже. Но самая удивительная подготовка, вот, по сути, к пришествию Машеха. В конце этого месяца как раз произошло чудо вселенского масштаба, которое потрясло всю Вселенную однажды, два тысячелетия назад, Рождество Спасителя Господа. Но обычное Рождество Христово мы вспоминаем в традиции церковной нашей, зимой, да, потому что, ну, как-то так уже завелось уже. Многолековая такая традиция и Рождество Христово, да, вот, это в конце декабря, и в начале января обычно вспоминается в Украине также. Вот, но исторически это было чуть раньше, чем это принято считать, на три с половиной года, во-первых, да, и это было, ну, по-нашему в сентябре получается. Вот, Рождество, и... То есть, реально, его историческое, я имею в виду. Но самое главное, конечно, не даты, господа. Самое главное не даты, вот именно, когда именно пришел Христос. Я могу, в принципе, это все исторически показать, доказать, но оно мне надо. Если Христос во мне не родился, то напрасно все это. Поэтому Рождество Христово, пусть оно совершается в судьбах людей. В судьбах людей. В Украине свои рождественские, очень красивые вот эти моменты. Знаете, вот, конечно, культура религиозная очень красивая, рождественская, очень красивая, прекрасная. И я влюбился в эту культуру, говорю, в самых первых тех дней, тогда, в девяностосотом году. Вот, есть европейская культура, дальше, если ехать на запад. Есть американская Christmas Time. Два раза мне повезло быть полностью Christmas Time как раз в Штатах. Притом, оба раза. От солнечной Флориды до морозной Аляски. От Калифорнии, золотой, до Нью-Йорка, собственно. И получилось так, Christmas Time, конечно, в Штатах, это потрясающе. Это культурный шок, вообще. Шок всех шоков. И это потрясающе. Я очень полюбил Америку как раз, именно после вот этого Christmas Time, особенно, там везде, где бы ты ни зашел, в любой маркет, везде запах Рождества, дух Рождества, везде... Jingle band, jingle band. И все, просто душа балдеет на тебе, просто душа отдыхает. И наслаждаешься, и пропитываешься тем духом Рождества. Вот, значит, и духом самого Христа. Вот, это потрясающе. Вот, но самое главное, конечно, при всех вот этих различных формах, культурах, славящих Господа, знаете ли, самое главное, чтобы Христос родился в сердцах людских, рождался в сердцах людских. И не важно, как Он проставляется, в каких вот традициях проставляется, самое главное, чтобы Он прославился внутри самого человека, как храма Божьего. И когда происходило чудо Рождества, вот, два тысячелетия назад, то у Матфея записана, первая глава, 22 стих и 23, и дальше. Значит, ну, 22 стих. Матфея, первая глава. До боли, приятные и хорошие, более знакомые местописания, да? Матфея, 1, 22 написано, «А все сие, вот Рождество, описанное, вот все это вот таинство это, произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Аминь». И потрясающее вот это слово Эммануэль, Эммануил в русском произношении, а так Эмману, Эмману, из двух слов, Эмману и Эль. Эль, Бог, Бог, Ил, Эль, да? Эмману переводчики перевели как «с нами». «С нами». Но это не совсем правильный перевод. Это один из возможных переводов, но не самый первый, не самый главный перевод. Дело в том, что слово Эмману, оно переводится немного по-другому. Если бы Бог, Дух Святой, хотел бы сказать именно «с нами» буквально, «с нами Бог», да? То есть другое слово еврейское. Оно даже пишется похоже. И произносится очень похоже. Но смысл его другой. Слово «этану». Этану. 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 Ну, по-русски «эт» пишется. Эт-тану. Этану. Буквально «с нами». Рядом с нами, близко, возле нас. Это «этануэль». Но в оригинале, специально посмотрел, именно на текст иврита, пророческий текст, там стоит слово «эману». Не «этану», а «эману». А «эману», да, можно перевести как «с нами», но буквально «в нас», «внутрь нас», «сущий», «растворенный в нас». Эмануэль. «Бог, съеденный, выпитый нами». Еще так переводится, но это как бы звучит пусть глупо, но как бы оно есть. Частью меня ставший Бог. Вот это да. А я частью его ставший. Эману подразумевается размешание. Значит, еще плюс перемешание полное. Удивительно. Получается, буквально пророк, пророчествовал не просто с нами Бог, а внутрь нас сущий Бог, а мы внутри Бога сущие люди. Удивительно. Эмануэль. Таинство Бога. Друзья, дамы и господа, братья и сестры, и это удивительная история. Переводчики, знатоки иврита библейского дают такие комментарии, иллюстрации. Я сам художник по своей специальности до церковной. До 87-88 годов, когда вот начал свое служение, полное служение в православной церкви, ну тогда не реформаторской, а самой, что ни на есть, обыкновенной, ну в советское время другого у нас, их как бы и не было, значит, ну легально открыто, по крайней мере. Я служил в русской православной церкви, московского патриархата, то есть плоть от плоти, выходец с этой структуры, системы религиозной. И, в общем-то, я жил в этой системе, воспитывался и формировался, будем так говорить, как священнослужитель. И до 91-го года у него служение чтеца, и по диакона, потом диакона. В 91-м году, последние месяцы еще были Советского Союза на дворе, началось священническое служение, как иерей, как чтец, как диакон послужил. Диакон он служил, получается, в Орловской епархии области и Московской. А как священник иерей в Рязанской, в Рязане самой, в Рязанской области, и потом немного в Брянской области, чуть-чуть. И вот, одно такое, художник, художник, поэтому для меня до сих пор даже больше, важнейшее, как бы образ, образ какой-то. И вот, какой пример приводят с водой переводчики. Вода на иврите Маим. Маим. На тюркском, на татарском, да, Маим, Маим, это все, что связано с жиром, с маслом. А на иврите Маим, Маим, это все, что связано с водой. Интересно, одни и те же слова, но разные значения слов. Вот, и, так вот, значит, Маим, Маим, да, это вода на иврите. Допустим, на небеса, Шем Маим, Шем Маим. Имя, Шем, имя, Маим, вода. Ну, по-русски звучит немного глупо как-то, имя, вода. Но, буквально, именно Шем Маим имеется в виду имя, ну, Бог, дающий воду, будем так говорить. Бог, посылающий нам с неба воду. Имя Господа. Шем Маим. Значит, и, так вот, и вода в стакане, для описания ее, можно использовать, вот рядом со мной вода, да, этану, Маим. То есть, вода, которая рядом со мной. Но, когда я пью ее, вот, ваше здоровье, за реформацию. Вот, теперь Эману. Поняли, да? Это Эману Маим. Это уже моя вода. И она уже во мне, она разливается, растворяется. Она частью меня становится, а я частью ее становлюсь. Вот что происходит. Оказывается, Бог хочет жить в нас, внутрь нас. И величайшее таинство Нового Завета это Христос в нас, упование в славы. Не просто рядом с нами, не просто близко с нами, а жить в самом человеке. А больше того, Он хочет, чтобы мы жили в Нем, а Он в нас. Опять-таки, вот это вот, они ле дуди, ле дуди ли. Ле дуди, ле дуди. Эти же слова используются, кстати, и для описания интимных близостей мужчин и женщин, мужей и жены. Кстати, Песня песней, эта книга, она в книге всех книг, все-таки, не зря, и Песня песней, на примере как раз близкого такого познания, мужчин и женщин, возлюбленных, показывает взаимоотношение Бога с народом своим, с душой человеческой. Человека и Бога, Бога и человека. Вот это единство, единство. Одно из объяснений еще и звезды самой Давида, шестиконечной такой звезды, да, еврейской, то из двух треугольников она же, одно из объяснений такое, древнее как бы объяснение, треугольник вверх, это наше устремление к Богу, а треугольник вниз, это его устремление к нам. И когда в гармонии, мы в единстве, одно, образуем одно, сливаясь в этом экстазе молитвенном, когда мы одно целое общаясь мы, Он познает нас, одним словом, мы познаем Его, мы познаем Его, Он познает нас. И этот процесс, благословеннейший процесс, это удивительное таинство, вообще-то. Кстати, даже когда еще до Рождества Христа, еще отмотать немного, лет за 200 там, нет, не меньше, лет за 100, до того, как Христос пришел, как раз именно богословом, тогдашним, двух разных школ богословских, их мы знаем, как школа Шамая и школа Гетеля, вот две эти школы, и им задали вопрос, какой стих в Библии, будем так говорить, да, значит, в Торе, в пророках, писания других еврейских, является ключевым, как бы раскрывающим все писания сразу, все еврейские писания, все, что Бог дал человеку, и вот, самое интересное, мудрецы обоих школ, не сговариваясь, они обычно спорили между собой постоянно, надо, не надо, ну, так вот, принято уже, но пришли к одному и тому же мнению, именно этот же стих они и провозносили, и одна школа, и вторая школа, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне, и сказали, Израиль, поймешь этот стих, поймешь всю Тору, всю Библию, все писания, не поймешь этот стих, не поймешь ничего, писания вообще, что это самое главное, самое великое, они, ледоди, ведоди, ли, элул, элул, месяц, элул, начавшийся, потрясающе, спасибо тебе, Господь, за все, и когда, Христос, то я прочитал о том, как Он пришел, но не менее красиво Он ушел, да, очень важно, не просто правильно прийти, а еще правильно и вовремя уйти, вот, Иисус, Он очень гениально, не только пришел, но и ушел, и вот, значит, уходя, да, Он совершил потрясающее событие, конечно, ошеломляющее, это и смерть, и воскресение из мертвых совершилось в его судьбе, вот, потом являлся ученикам своим, приходил, и 40 дней являлся им воскресшим уже будучи, вот, и учил их о царстве Божьем, то есть, о церкви учил их, говорил им, все чин по чину, я так понимаю, раз не написано ничего такого экстраординарного, то, получается, Он лишь повторял то, что уже ранее говорил уже им о царстве своем, вот, хотя, наверняка, на протяжении 40 этих дней, это была потрясающая библейская школа вообще, вот, да, можно по-хорошему позавидовать братьям, да, но, но, они слышали о царстве, а уходя, Иисус, Он сказал, что, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет, и кто будет веровать и будет креститься, то будут чудеса и знамения сопровождать его жизнь, уверовавших будут сопровождать чудеса и знамения, и дальше завершается Евангелие Марка тем, что, действительно, они пошли, проповедовали, и это их сопровождало, интересно уверовать и креститься, слово баптизу там стоит, это тоже очень важное слово, не еврейское, греческое, но очень важное, почему, потому что, вот в современном греческом языке, да, баптизу, что означает, погружение, да, погружение, в смысле окунание, вот, пришли мы к Днепру, да, окунулись, вышли с Днепра, вот это баптизу совершили, как бы, да, но, поэтому, сегодня много очень верующих считает, что там идет речь о водном крещении, ну, так оно и есть, как бы, но это далеко не так, это еще далеко не так, это полуправда лишь, вот, правда гораздо более интереснее даже вся, вот, там не только говорится о водном крещении, кстати, вчера вот, одна из наших дочерей приняла крещение водное, да, слава Богу, у нас три дочери, три сына, вот, трое родились в Украине, трое в России, так вот интересно, да, и вчера, вот, для нашей семьи был праздник, тоже, когда наши дети, они вступают в завет с Господом, да, принимают завет Божий, это потрясающе, хорошее переживание, доброе переживание, вот, и, знаете, друзья, конечно, там имеется в виду и водное крещение, но, не в большей степени, в меньшей степени, в большей степени, там имеются в виду совсем другие вещи, гораздо более глубокие вещи, какие, баптизу, в старом греческом языке, оно означает, не просто погрузиться, в смысле, вот, временно, да, спасибо, хотел попросить, спасибо, да, прямо здесь, оставьте, спасибо, да, то есть, в современном греческом языке, баптизу, это окунулся, и все, вышел из воды, а в старом, баптизу, это значит, погрузился, и все, и больше ты не поднимался, там и остался, да, для писания, именно, выйти, уже из воды, там другое слово стоит, а баптизу, только так и подразумевалось раньше, погрузиться, и там и остаться, и полностью просолиться, всем тема, что ты погрузился, вот, для писания, значит, соленья огурцов, в основном использовалось слово баптизу в древности, и лет за 300 еще до нашей эры, и лет 300 потом уже после уже нашей эры, в греческой литературе, там, десятки раз употребляется слово баптизу, и почти всегда оно для писания соленья огурцов, а, кстати, а малосол любите? Малосоль на огурчике имеет свою прелесть, да, такую, да, они сочетают вот это свежее и соленое, да, я когда рассказывал там, кстати, у Сергея Богова, они говорят, о, все, батюшка, мы теперь хотим так огурчиков, да, на правах рекламы, вот, и представляете, значит, да, для малосол, они баптизу не называли, то есть малосольные огурцы, это не баптизские огурцы еще, вот так вот, да, хотя малосол имеет свою прелесть, прелесть, на шкурке уже соль есть, да, а внутри сохраняет свежесть еще, и вот это сочетание свежего, ну, как бы ни рыба, ни мясо, да, вроде как, да, значит, он вроде и не то, и не сел, но своя прелесть есть в нем, вот, значит, да, и вот, значит, но для описания именно лишь соленых огурцов, прошедших полностью просолку, использовало слово баптизо, то есть это уже баптизский огурец, это соленый, соленый огурец, все, в нем ничего не осталось от того, что было, ну, что есть в его товарищах по грядке, одним словом, которые остались еще на грядке, вот, в нем он полностью пропитался, он не просто на шкурке имеет соль, а он внутрь себя имеет эту всю соль, и, хо, интересно, получается, Бог нас берет и срывает с грядки, и прямо в катки, так что товарищ огурцы, и огурчихи там, вот, ну, ну, я же не знаю, кто какой еще, какой там, да, да, вот, может, у нас есть такие еще товарищи, которые еще не совсем еще товарищи, может, еще кто-то еще на грядке еще, охлаждается, охлаждается небесными росами, думает, что все хорошо, как бы, вот, но на самом деле, Бог хочет, чтобы весь урожай был в его закромах, чтобы на поле ничего не погибло, чтобы ничто из выращенного урожая не осталось на грядках погибать, Бог хочет собрать весь урожай, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, чтобы они с грядки этого мира попали в катки его рассола, его присутствие, просолились и были спасены в его закромах, чтобы он порадовался, чтобы достал однажды огурчик, это скажешь, хрустнул, предангел и сказал, о, баптизо, это вам не малосол, это баптизо, вот так вот, и так, что мы с грядки этого мира попадаем в катки его эти, ну а наши сотоварищи по грядке наверное провожают нас и думают, о, какой огурец пропал, но они не понимают, что на самом-то деле это их песенка спета, те, кто останется на грядках, им не сдобровать, урожай будет, ну, не всегда, как говорится, будет так, как вот сейчас, потому что растет огурец, и думают, наверное, вот всегда будет так, меня будут поливать, солнышко будет меня припекать, я буду расти себе, расти, не-не-не, товарищ, не придет время, все это пройдет, и совсем иное наступит время, абсолютно иное время года, вот, и на грядке долго не заряжишься, а если останешься такой самый хитрый и умный, до последних, погибнешь просто-напросто, просто погибнешь, все, спасение на самом деле Бог для всех нас, Он определил уже, Он приготовил свой рассольчик, вот там много соли его, там чесночок, там перчик, там травка, там все, смородин, там все плавает, знаете, вот и туда попадая, ты должен пропитаться всем этим, и уже, не я живу тогда, а живет во мне Христос, поэтому слова Христа, которые Он уходя сказал, можно так перевести сегодня, что кто уверует в меня, будет сорван с этой грядки этого мира, попадет в катки с моим рассолом, пропитается мною, будет спасен, и тогда пропитавшиеся огурчики, они действительно будут благословением с солью, благословением для этого мира, хозяйки, даже если готовят винегрет, допустим, не нужно даже специально соли брать, если есть миска соленых-соленых огурцов, даже весь винегрет будет соленый и вкусный, если есть миска соленых-соленых огурцов, вот так вот, так что пусть винегреты наших сел, наших городов, поселков, они будут осадиваться вкусно, вот так вот, так что, слава Богу, кстати, Баптизо, интересно, это же слово еще использовалось в меньшей степени, но тоже использовалось в те далекие времена, для обозначения прокраски ткани еще использовалось, да, пурпур, тогдашний, очень ценный в древнем мире, царский его называли, царский цвет, из моллюстка вырабатывали, представляете, краска, значит, прокраска такая была, этой краской, что столетия проходили, и хоть бы что, цвет не менялся, археологи находят фрагменты тканей, и удивляются, поражаются, сохранности, вот, цвета, как могла быть такая качественная прокраска, так вот, в древнем мире, оказывается, был такой, очень большой процесс, такой долгий, этих прокрасок, вот, и Баптизо называли ту ткань, которая полностью прошла всю процедуру, полностью, вот, но в древнем мире тоже были халтурщики, тоже были такие товарищи некоторые, которые хотели меньше вкладывать в этот бизнес, а больше иметь прямо сейчас, вот, поэтому тоже на рынках, значит, надо было ухо востро держать в то время, и в древнем мире, знаете ли, грешник, он всегда грешник, вот, да, и поэтому в греческих городах, в греческих городах, были в полюсах, такие были, как бы, ОТК, что ли, да, чтобы защитить ихнего греческого, будем так, потребителя, да, вот, и вот эти компетентные товарищи, они приходили на производство, в склады в эти, допустим, допустим, да, и они могли провести в любой момент, любой ткани проверку, брали отрез определенный, отдавали женщинам, а те, что только не делали с этим тканем, и варили, и стирали, значит, и парили, все, что хочешь вообще, проходило все круги ада, вот, но если, после всех этих стирок и парок и варок, если краска оставалась без изменения, то эти представители говорили, баптизо, все, это высочайшее качество, но если краска где-то менялась, если цвет менялся, если краска тем более как-то уходила, говорили, нет, это не баптизо, я так рассуждаю, что сегодня для нас это образ какой? Сегодня для нас это образ того, для меня пурпур это кровь Иисуса Христа, это знак крови Иисуса Христа, то есть как верующий я должен пропитаться кровью моего спасителя Господа Иисуса Христа, полностью пройти эту прокраску, перекраситься полностью, пропитаться, то есть это постоянное размышление о крови Иисуса Христа, осознание того, Я спасен лишь благодаря крови Иисуса Христа. Потому что, знаете ли, когда мы полностью проходим качественную прокраску кровью Иисуса Христа, тогда уже никакие стирки этого мира нам не страшны. Никакие парки-варки этого мира, испытания не страшны. Тогда действительно Христос в нас упование славы. И никакая стирка этого мира не повредит этому. Слава Богу! Аллилуйя! То есть Господь действительно, Он хочет, чтобы все люди спаслись и, будучи спасенными, достигли познания истины. Аминь! Так что, друзья, прокрашиваемся кровью Иисуса Христа, просаливаемся. Ну и, конечно же, не могу не дать пару советов вам. Добрых пару советов. Как это сделать практически? Более подробно, конечно, учу об этом, рассказываю об этом детально из Писаний, из Ветхого, из Нового Завета, рассказываю, как это происходит, процесс. Но самое главное, мы должны знать, что эта прокраска и эта просолка происходят в первую очередь вот здесь и здесь. В первую очередь. И самую основную. Внешне это, как сказать, ну, по-разному происходит. Будьте здоровы. Это очень по-разному внешне происходит. Но в первую очередь это происходит здесь и здесь. В разуме нашем и в нашем сердце. Помогает просолке лучше пройти соли внутрь нас, да? Что помогает? Именно вот это вот прощение. Прощение всех и вся. И наоборот, непрощение, оно не позволяет соли этой Божьей пройти внутрь нас. Вот. Пребывание в Божьей любви, размышление о Божьем Слове. Это самая прекрасная просолка, которая может быть только. Размышление о Божьем Слове, о крови Иисуса Христа. Вот это размышление наше, молитва, общение с Ним, пребывание в Слове Божьем. Простые вещи, но они позволяют этой Божественной соли проходить внутрь нас, просаливая нас. Этой крови Иисуса Христа прокрашивать нас. Качественно, качественно. Слава Богу. Основное самое. Это самое главное. И много других есть добрых советов. О других думать лучше, чем о себе. Когда человек о других думает хуже немного или так же, как о себе, то это одно качество веры. Когда о других лучше, чем о себе, то эта просолка происходит, она просто потрясающе сильно. Потому что, как чадо возлюбленные, когда мы подражаем Богу, как чадо, как дети возлюбленные, то действительно чудо Божественное происходит. Бог в нас поселяется, а мы в Нем. Ну и не знаю, я, в принципе, не хочу сейчас вам так много всего рассказывать. Наверное, пора и чей знать. Вот, есть время еще, да, немного? Да, есть еще. Вы знаете, потому что теория теории, все же дело упирается в практику. Все дело в практике. Допустим, уходя на сон грядущий, как говорится, да, засыпая, дисциплинируйте себя, отдавайте свои последние мысли Господу, пробуждаясь первые свои мысли возлюбленному нашему Спасителю Иисусу. Это потрясающе. Вот, находите время уединения с Ним. Как один раввин еврейский говорил, что если супруги, если они любят друг друга, да, то могут ложи брачные устроить даже на острие меча. Но если они не хотят друг друга, то даже огромной постелью будет тесна. Вот, и, в общем-то, то же самое вот по отношению нашей души и Бога. Если человек хочет найти с Богом, провести время, он это сделает даже в самых экстремальных условиях и очень быстро. Но если нет тяги к Нему и нет чувства, то даже тебе дай часы времени, идеальные условия создай для молитвы. Это не будет молитвой. Молитва – это разговор с Ним, общение с Ним, погружение в Него. Когда Он погружается в нас еще глубже и глубже, мы погружаемся в Него еще глубже и глубже. Вот, в этом взаимном познании, мы познаем Его, Он познает нас. В этом все, фактически, в этом все. Я сам вырос в атеистической семье, хотя у меня вот мама считалась мусульманкой, но, опять-таки, папа был из семьи еврейской, которая совершенно распрощалась вообще со своим еврейством еще при родителях его. Вот, но, знаете, что интересно? Вырос я в атеистической семье, не знал о Боге ничего. То есть, ни о мусульманской теории, ни о иудейской, ни тем более о христианской теории, не знал ничего. Но пережил Бога в раннем возрасте, по милости Господней. Вот, немного пастор даже кое-что рассказал. Вот, в 13 лет неполных, мне не было еще даже в 13 лет, когда у нас с Ним была первая встреча. Вот, очень такая была, конечно, в экстремальных условиях. Вот, я умер тогда, тяжело заболел, двусторонняя пневмония, и врачи не смогли спасти. Оба легких отсекли, наступила смерть. В общем-то, вот, первая часть моей жизни такая была короткой и очень такая драматично закончилась она, да. Вот, вот, и эта смерть оказалась мне во благо. Вот, я умирал последние секунды даже перед смертью. Я понимал, что это смерть уже, я знаю, что такое вкус смерти, запах смерти. Вот, она приходила ко мне, вот, и она приходит не только к старым людям, приходит и к молодым, к юным. Вот, ко мне она пришла в неполных, в 13 лет. И все, сказала, пора. Вот, значит, и, знаете, тяжело было, конечно, умирать. Последние секунды я понимал точно, что я умираю. Меня выдавливало из моего же тела. Но было такое чувство несправедливости и отчаяния. Знаете, я понимал, что сейчас последние секунды я живу, все, меня не будет. Я понимал, что сейчас я испарюсь, исчезну, перестану существовать. Я это четко понимал. Вот, и было обидно, что мои сверстники завтра в школу пойдут, а меня не будет. Было обидно, что жизнь несправедлива, природа несправедлива, как-то так. Что, значит, ну, о Боге ничего не знал вообще, ни хорошего, ни плохого, поэтому, как бы, к нему не было никаких претензий абсолютно. Вот, а к природе были претензии, что природа несправедлива, что жизнь несправедлива. Обида на жизнь да природу. Вот, но что поделать, все, умирал. И когда додавило меня уже сюда, я стал хрипеть, и все, и все, жизнь моя закончилась. Но самое интересное, вот умирал, когда я понимал, что я умираю. Но когда я умер, я не понял, что я умер, потому что я не испарился, как я рассчитывал, еще секунду до того. Я не перестал существовать, как я надеялся, вот, буквально еще секунду назад. Я не исчез, я был я, и больше того, поэтому я даже не понял, что я умер так. Потому что я даже чувствовал себя очень хорошо, я не болел, я был счастлив, я был здоров совершенно, абсолютно. Вот, я не догадался посмотреть вниз, вообще-то, как бы, сейчас уже, я бы, наверное, сообразил бы, конечно, посмотреть хотя бы на себя со стороны интересных, не видел никогда так. Вот, значит, но, значит, но я смотрел вот наверх, потому что я был просто зачарован тем, что я видел. Вот, и я понял, что я умер, я только лишь, когда я уже вернулся, вообще-то. Вот, а я был перед Богом, я знаю, что такое выходить из тела. Я не буду так подробно рассказывать, кому интересно, там есть, как бы, свидетельства мои более подробные. Тем более, если начну вспоминать, то мне будет, ну, как бы, очень даже по-своему где-то и больно, вот, знать тебе. Но помрете, сами все поймете. Если честно, то так. Потому что, как ни рассказывай, как ни рассказывай, все равно, я вначале надеялся, что люди понимают. А потом, когда начиналась обратная связь, мы общались, я все, с каждым годом все больше и больше понимал, что, вот, все равно не понимает. Вот, вот, как вот Хаджан Астридин говорил правильно, сколько ни говори, халва-халва, важно, сладко не встанет. Вот, вот, пока не попробуешь, не поймешь вообще сам это, вот, это бесполезно. Это все равно что-то, допустим, не знаю, ну, даже не знаю, с чем сравнить это вообще. Когда-то еще пацаном в школе любил географию. У нас была, ну, в общем-то, одним словом, и я писал сочинения даже по географии, представляете? Работы такие творческие, вот, о природе, растительном мире, вот, в частности, Австралии. Вот, и, ну, в Советском Союзе, 70-е годы, в конец 70-х, ну, какие для меня Австралии может быть, там, значит, это, конечно же, ну, это Сенкевич, там, он, значит, там, путешествует, дай бог ему здоровья, там, кто-то еще, там, значит, в Союзе, кто мог, тем более, в Австралии где-то. Представляете, я забыл об этом даже, я себя фантазировал, где-то даже мечтал, вот, тогда, пацаном в школе, в средней, да, мечтал, вот, там, особенно вот это место, где вот, как раз, вот, океаны омываются, где-то, там, дальше Тасмания уже идет, штат Виктория, я описывал, и забыл, прошли годы, прошло много лет, я уже взрослый человек, однажды пригласили, реально, в Австралию пригласили, там, проводить семинар, неделю преподавал, там, значит, там, и в Мирбурне, как раз, даже, даже я и думал, и не думал, и вдруг я, у меня там день свободный был, полдня, точнее, значит, и, да, и поселили меня там, недалеко с пляжем, прям, буквально, где эти два океана, как раз, представляете, состыковываются, и по утрам я там выходил на молитву, как раз, к тому месту, значит, где-то, а там дальше Тасмания, на самом деле, и однажды я хожу, молюсь по берегу, значит, и вот, представляете, у меня такое доживю, вот точно я был здесь, что за ерунда, не может быть, я здесь точно не был, здесь ни разу не был, вот, и, представляете, и вдруг вспоминаю самого себя, тогда пацаном, мечтавшего об этом месте, побывать на этом месте, я забыл об этой мечте своей, а папа помнил, представляете, и так трогательно было, вот, осознавать, что он помнит все, и, но, я к чему расскажу, к чему рассказал, о том, что переживал Бога в раннем возрасте, где бы мы ни были, и с кем бы мы ни были, в каких бы семьях мы ни выросли, я Любомиру, кстати, Гузер об этом тоже рассказывал, что вот, пережил Бога в раннем возрасте, таким образом, он говорит, нет, а я вот не переживал ничего такого в своей жизни, вот, я вырос в семье верующий, и с детства я вот был приучен к вере в Бога уже, то есть, я по умолчанию, вот, я уже знал, что есть Бог, и что, значит, Он создатель, и все, то есть, с детства он был научен уже всему этому родителями, благочестивыми родителями, я говорю, я, к сожалению, имею другой опыт совершенно, вот, но, его очень заинтересовал мой опыт, вот, я ему все это рассказал, поделился этим всем, конечно же, тогда, вот, старик вдохновился, так тоже, так интересно было пообщаться, а мне интересно, его был опыт послушать, и какой бы наш опыт ни был бы, с какой бы ни был бы стороны, наше знакомство с Ним произошло бы через родителей, допустим, значит, да, как-то от проповедующих, от кого-то еще, или же в экстремальных таких условиях, самое главное, духовное вот это перерождение, чтобы Божья любовь, она пришла внутрь человека, самое главное, самое важное, без этого все напрасно, без этого все, даже сверхъестественные чудеса, даже идеальное христианское воспитание, все напрасно, поэтому должно духовно переродиться, родиться свыше, познать Бога, принять Его в свое сердце, эту божественную любовь, и Богу благодарен, конечно, за все это я, и, конечно, познавая Бога, вот, да, к чему я, об опыте своем подростковом, когда вернулся в тело, да, я попытался поговорить со взрослыми о том, что произошло со мной, то, что я видел Бога, я был перед Ним, и что Он такой хороший, что есть Бог на свете, во-первых, и что Он такой хороший, Он более реальный, и вот тот мир, в котором был я, заглянул в который, будем так говорить, чуть-чуть совсем, какие-то минуты, он более реальный, чем вот этот мир, в котором вот здесь вот я реально чувствую себя, вот, это мир и реальный, он хороший мир, он потрясающий, в нем есть свои плюсы даже определенные, которых нет там, здесь есть временное измерение, это потрясающе, это время, оно очень, я видел его, оно очень интересное, это тоже, ну, очень красивая вещь, очень красивая, потому что Бог не создает ничего такого нехорошего, Он все хорошо создает, и время Он придумал не просто так, временное измерение – это Его творение, в котором Он нас поместил, находиться здесь людей, если бы не это временное измерение, Он создал бы нас всех вместе сразу бы, мы были бы одного возраста, как ангелы бы, и все, Но есть своя прелесть. Мы старые, молодые, юные, рождаем детей. И даже неверующий человек, он немного Бога ощущает в своей жизни. Даже далекий от религии человек, если он начинает понимать, что блажение давать, нежели принимать. Он сам не съест или сама не съест, родитель даст своему детяти. То есть, этим самым он уже сам не понимает того божеское свойство, уже реализованное.